Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Явка выше среднего оргвывода из осенней избирательной кампании 2016 года огласят в четверг. Чернозем вместо тротуара. Активисты ОНФ проверили жалобы жителей на недобросовестных дорожных подрядчиков. Много со временем в Самаре появилась в продаже транспортная карта нового образца. Избирком Самарской области продолжает подводить итоги прошедших выборов. Окончательные результаты должны объявить уже завтра. По предварительным данным, Единая Россия может получить 40 из 50 мест в Самарской губернской думе. По одномандатным округам представители партии власти побеждают в 24 округах. В 25-м лидирует самовыдвиженец Вячеслав Малеев. По партийным спискам партия получит 16 мест. По предварительным подсчетам одно кресло достанется представителю справедливой России. Три мандата должны забрать ЛДПР и еще пять КПР. Кроме того, в избиркоме объявили процент явки. Жители Самарской области проявили гражданскую активность. Почти 53% от всех, кто имеет право голоса, пришли на выборы. Мы на восьмом месте, мы в серединочке, ну так как и по всей России, по всей России, если предварительная явка там 47% с небольшим, да, то есть, ну, где-то, ну, чуть повыше, чем общий, как бы, российский. Ну, где-то в серединке мы, считаю, в нормальном, то есть, у нас нет там явки высокой и в то же время мы не аутсайдеры, у нас нет низкой явки, поэтому достаточно золотая середина у нас такая сложилась. Пасмурная погода, увы, никак не хочет покидать Самару. По прогнозам синоптиков, сохранится она минимум до конца недели. Осенние дожди доставляют неудобства не только водителям, но и пешеходам, особенно в тех местах, где дорожные подрядчики явно не доработали. В этом убедились и активисты ОНФ, которые в ответ на жалобы жители отправились с инспекцией в промышленный район Самары. Итоги рейда в репортаже Лариса Шалафаст. Этот участок тротуара по улице 22-го портсъезда горожане обходят стороной. Когда здесь проводили ремонт, 10 метров до остановки общественного транспорта подрядчики почему-то оставили без асфальта. Теперь во время дождя жителям приходится идти по проезжей части или через дворы. Это просто неудобно. Я даже не знаю, какие затраты по времени, но согласитесь, это нелогично идти в круговую, когда есть в принципе прямой путь. Люди обратились в Общероссийский народный фронт, пожаловались и на участок дороги в Односоветской армии. Асфальт рабочие вскрыли два месяца назад. До конца так и не отремонтировали. Активисты ОНФ выехали на место, чтобы проверить каждый адрес. Мы сейчас посмотрим конкретно под этим местом, куда будем выезжать, что за подряды были, кто выступал подрядчиком на этих объектах. И направим письма в сторону заказчика, чтобы вот такие факты были рассмотрены на внутренних совещаниях и больше не повторялись в городе. Активисты Народного фронта продолжат проверять дороги города, где в этом году прошел ремонт. Особое внимание уделят гостевым маршрутам, которые приводят в порядок к чемпионату мира 2018 года. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. Удобно и экономично. Сегодня в Самаре стартовала продажи транспортной карты нового формата. Брелоки по размеру меньше стандартной транспортной карты и сделаны из более прочного пластика. Они удобны в использовании. Их можно прицепить к ключам или к рюкзаку, чтобы быстро оплачивать проезд. Цена одной поездки для школьников по-прежнему составит 11,5 рублей. Стоимость уже самого пластика 150 рублей и подключение к системе 50 рублей. Брелок будет сложнее потерять, потому что его можно к телефону на длинной веревочке, можно на шею на длинной веревочке, также можно присоединить к ключам. И пополнить эту карту школьников можно также везде в наших пунктах пополнения, которые указаны на нашем сайте samdfistk.ru. Пока такая карта выпущена только для школьников. Если она будет пользоваться спросом, она появится и для студентов, и для работающих граждан. Достучаться до чиновников просто и быстро. Руководитель региональной налоговой службы Александр Вихров провел прием граждан. Встреча с начальниками высокого ранга по всей стране проходит по поручению президента России. Легко ли попасть к ним на прием, выяснила Валерия Макарова. Всего три дня пришлось ждать Александру Скобелкину, чтобы попасть в приемную президента России. Александр Васильевич около 10 лет назад был предпринимателем. Когда переходил из одной налоговой инспекции в другую, обнаружил задолженность, которой быть не должно. Я вот обратился к приемному президента Российской Федерации, и у меня вопрос решился положительный. Спасибо. Все технические вопросы были на уровне. Мы очень аккуратно, вежливо и достойно принимали. Прием ведет сам руководитель УФНС по Самарской области Александр Вихров. Рассказывает, что обращений приходит много, особенно по поводу имущественных налогов. Причем из разных уголков Самарской области. Чаще всего спрашивают об имущественных налогах земельным, транспортным, налоги на имущество, которое рассчитывается с этого года, исходя из кадастровой стоимости. И кроме того, изменились сроки уплаты имущественных налогов до 1 декабря. Многие волнуются, когда начнется массовая рассылка налоговых уведомлений. Минимум за 30 дней до срока уплаты физическое лицо должно получить сводное налоговое уведомление. В этом году оно сводное. То есть все объекты, которые есть на территории Российской Федерации, будут указаны в одном уведомлении. И нужно будет их ждать из разных субъектов. Но при этом у нас есть договоренность с почтой. Все получат их вовремя. Напомню, те, кто у нас являются пользователем личного кабинета налогоплательщика, могут их получить через личные кабинеты. Должны их получить, соответственно, самостоятельно распечатать, либо сразу оплатить в режиме онлайн. Такие приемы руководители госучреждений проводят регулярно. Это делается по поручению президента России. Следующая важная дата в графике – 17 октября. Прием будет вести Анна Зайцева, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Самарской области. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах дня. 51-летней медсестре из Новокубышевска предъявили обвинение в ДТП, в котором погибла ее 42-летняя коллега. Напомним, авария случилась в июне около здания городской больницы Новокубышевска на улице Пирогова. По предварительной версии, после рабочего дня хирурги, одна из медсестер, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сели в автомобиль. За рулем была медсестра, которая совершила наезд на двух своих коллег. Одна из них скачалась на месте. В Самаре на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайская произошла авария с участием двух легковушек. По словам очевидцев, водитель Мазды, не убедившись в безопасности маневра, поворачивал налево с проспекта Ленина на Первомайскую. В итоге Веста въехала прямо в бок иномарки. Предположительно, Лада пыталась проскочить на желтый. В итоге проезд на перекрестке оказался затруднен. За минувшие сутки в Самарской области произошло 6 пожаров. Один из них случился во вторник вечером в Самаре. В квартире дома по улице Вольцкой загорелись домашние вещи. Из дома пожарные эвакуировали 8 человек. Огонь удалось локализовать за 10 минут. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают. В Самаре после ремонта открыт съезд с Московского на Красноглинское шоссе в районе поста ДПС. Одновременно до конца октября закрыт выезд на Московское шоссе с улицы 4-й квартал. На протяжении этого времени жители близлежайших домов для объезда могут использовать улицы Банную и 7-й квартал. Что же касается перекрестка в районе поста ДПС, то теперь автомобилисты смогут, как и прежде, двигаться из города, сворачивая налево на Красноглинское шоссе, а также выезжать с него как в город, так и в сторону Меги. Не продержалась и недели. Ночью в Самаре неизвестные похитили одно из многолетних хвойных растений, высаженных на Альпийской горке. Сейчас подрядная организация, которая ремонтирует улицы и благоустраивает сквер, выясняет обстоятельства. К расследованию привлечена полиция. Напомним, на прошлой неделе в Самаре в рамках ремонта улицы Новосадовой напротив загородного парка появилась новая архитектурная композиция. Альпийская горка, центром которой стал Аммонит, гигантская древняя ракушка. Невыдуманные человеческие истории и настоящие чувства. Радость, боль, счастье и отчаяние. В документальном кино сценарий это скорее направление, а не руководство к действию. Фестиваль «Соль земли» начал показы. Среди первых зрителей оказалась Марианна Мирная. Оценить пришла, конечно, фильм телеканала «Самар и Гиз» под знаменем дружбы, который вошел в программу кинофестиваля. Прошло 140 лет с того дня, как родилось священное самарское знамя. 140 лет, которые отделяют нас от тех дней, когда болгары, все как один, встали на борьбу за независимость своей родины. И Россия протянула им в этой борьбе руку братской помощи. Режиссер телеканала «Самар и Гиз» Олег Паломеев пришел посмотреть свое творение на большом экране. Телевидение и кино, как известно, продукт коллективного творчества. Говорить о том, что вот что-то получилось, что-то не получилось, можно только в том случае, когда команда, которая над этим фильмом работает, как-то понимает друг друга и чувствует отношение, настроение людей. И если вот то отношение внутри команды как-то совпало с ощущениями зрителей, значит, считай, получилось. Фильм под знаменем дружбы оказался весьма познавательным для молодого поколения. Немногие из них знали, что Старозагора – побратим Самары, что Россия и Болгария имеют совместную великую историю. Никогда не знал, что Болгария и Россия имела такое содружество 140 лет назад. Благодаря этому фильму он как раз все узнал. Узнал, что Россия подарила знамя Болгарии. Тесное общение было. Документальное кино мне очень понравилось, потому что там невыдуманные какие-то истории, там живые люди, которые принимали участие в тех или иных ситуациях, что они живые, что они есть, что это на самом деле было. Самара, Москва, Екатеринбург, Саратов и еще десяток городов представили зрителям свои фильмы. Документальное кино – это правда жизни, которая касается каждого, и каждый может разглядеть и узнать себя в героях картин. В кинотеатре художественной сегодня целый день идет кино. Открылся фестиваль «Соль земли», сегодня первый день просмотра. Традиционно вход свободный, не упустите свой шанс и сходите в кино. Фестиваль «Соль земли» – это не только кинопоказы, но и творческие встречи. Уже не первый год в Самару приезжают кинооператоры с северной столицы. Завкафедры операторского искусства Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Николай Волков. Камеру обслуживать и так далее – это сложно. Другое дело – придумать изобразительное решение. Аромат изображения. Как это сделать, в каком сочетании, когда возникают совершенно разные смыслы и управлять восприятием зрителя. Вот это когда человек умеет, то есть будучи режиссером изображения. Фестиваль будет идти вплоть до 23 сентября. За эти дни зрители увидят настоящее документальное кино. Награждение победителей пройдет 22 сентября в 14.30. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Грипп на пороге – надо успеть. В регионе стартовала прививочная кампания. Спор о тарифах. С 1 октября водопроводная вода в Самаре может подорожать. Новогодний праздник по церковному календарю. Православные христиане отмечают Рождество Богородицы. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова